ОПЕРА ОРФЕЙ И ЭВРЕДИКА Сейчас давайте послушаем древнегреческий миф Орфея и Эвредика и посмотрим небольшой фильм по теме урока. Какая прекрасная свадьба, думали гости. Женихом был Орфей, величайший поэт и музыкант. Невестой – Эвредика, лесная нимфа. Кого не спроси, ответят, что это и есть крепкая и настоящая любовь. Во время прогулки Эвредика внезапно споткнулась и упала на землю. Когда Орфей подоспел к ней, она уже была мертва, а змея, укусившая Эвредику, ускользала от них по траве. После похорон Эвредики Орфей был наполнен неземным горем и решил он отправиться в Царство Мертвых, место, из которого никто никогда не возвращался. Добравшись до ворот преисподней, Орфей начал играть на лире. Музыка была настолько чудесна, что Цербер, трехглавый пес, охранявший вход, покорно лег и открыл проход. Харон, капитан судна, перевозившего мертвые души через реку Стикс, был настолько тронут музыкой, что послушно перевез Орфея на другой берег. Войдя в дворец Аида и Персифоны, короля и королевы мертвых Орфей запел. Он пел о своей любви к Эвредике и о том, что она ушла слишком рано. Придет день, и все живые существа окажутся когда-нибудь в Царстве Мертвых и останутся там навечно. Так позвольте ей пожить еще немного и насладиться жизнью. Закончил свою речь Орфей и замерло все царство. Сизиф не катил камень в гору. Тантал оставил свои попытки добраться до желанной и запретной воды. И даже Фурии, богини мести, обронили слезу. Аид и Персифона согласились помочь Орфею, но с одним условием. На обратном пути из Царства Мертвых он не должен оборачиваться назад, в надежде увидеть идущую за ним Эвредику. Если он обернется, она останется в Царстве Мертвых навечно. И вот Орфей пошел в путь. С каждым шагом его все больше и больше одолевала тревога. Идет ли Эвредика за ним? Он ничего не слышал, ни единого шага за спиной. Наконец, перед самым выходом из Царства Мертвых, он поддался искушению. Орфей пытался вернуться в преисподнюю, но все тщетно. Разделенный с Эвредикой, Орфей поклялся не любить никакую другую женщину. И сел он в роще лесной и пел песни о влюбленных. О Ганимеде, прекрасном мальчике, которого Зевс сделал чашником богов. О Мирре, полюбившей своего отца и наказанной за это. О Пигмалионе, вытесавшем из слоновой кости идеальную женщину. И молившемся Венере с просьбой оживить ее. И о самой Венере, чей возлюбленный Адонис был убит вепрем на охоте. Казалось, что любовь и потеря Орфея зацепила сердца всех богов и людей. Для некоторых, однако, поэзии было недостаточно. Группа дикарок, Минады, не смогли вынести мысль о том, что поэт, так сладко певший о любви, никогда не полюбил бы их. Ревность взяла верх над ними, и они уничтожили бедного Орфея. Птицы, певцы природы, оплакивали Орфея, как и реки, игравшие музыку своим журчанием. Мир потерял две великие души. Орфей и Эвредика любили друг друга так крепко, что даже будучи в разлуке, Орфей понимал боль и радость влюбленных по всему миру. Так и появился новый жанр – любовные поэмы. Пока мир плакал, Орфей нашел свое место и вторую половинку, уже в царстве мертвых. Там и по сей день они гуляют с Эвредикой вдоль реки Стикс. Иногда гуляют бок о бок, иногда она идет спереди, а иногда и он, но уже оглядываясь назад столько, сколько ему захочется. Древнегреческий миф Орфей и Эвредика вдохновил немецкого композитора XVIII века Кристофа Виллибальда Глюка на создание оперы. Миф стал основой либретто оперы Глюка. Кристоф Виллибальд Глюк родился в 1714 году в Германии. С детства он занимался музыкой, а когда отец высказался против того, чтобы сын связал свою жизнь с музыкой, Кристоф ушел из дома. Сначала жил в Чехии, в Праге, потом в Австрии, и волею судеб оказался на родине оперы в Италии. Там же в Италии состоялась премьера первой оперы-композитора. Она называлась «Артаксеркс». Премьера — это первое представление произведения, спектакля или фильма. Опера понравилась слушателям, и за последующие четыре года Глюк написал еще не менее четырех опер. Все они относились к жанру «опера-серия». Ария — серия от слова «серьезный». Это один из оперных жанров, существовавших в Италии в то время. Их писали на исторические и мифологические сюжеты. В опере не было сквозного развития, а было чередование отдельных номеров. Арии сменяли речитативы, а певцы соревновались в виртуозности. Ария — это вокальная партия для одного голоса, как законченный эпизод или музыкальный номер. Речитатив — это род вокальной музыки, приближающийся к естественной речи. Около десяти лет Кристоф Глюк гастролировал в Европе в качестве дирижера в различных театральных группах. В 1754 году Глюк был назначен композитором и дирижером венской оперы. За время работы он разочаровался в жанре опера-серии, написал несколько комических опер и создал хореографическую драму. Это стало первым шагом на пути к оперной реформе. Комические оперы назывались опера-буффа и писали их на бытовые сюжеты. Жанр опера-серия переживал кризис. Артисты соревновались в виртуозности. Оперы за счет одинаковых средств выразительности были похожи друг на друга. Спектаклей было много, но они не задерживались долго на сцене. Герои не имели личных характеристик. В состоянии героев оперы-серия композиторы писали практически одинаково. Радость, печаль, гнев, тоска. В 1762 году на сцене была поставлена опера Глюка «Орфей и Евредика». Она не имела особого успеха среди зрителей, была крайне непривычна, но, как оказалось, позже имела огромное значение для становления современного оперного искусства. В основу оперы «Орфей и Евредика» лег одноименный античный сюжет. В мифе рассказывается о музыканте Орфее, чья музыка творила чудеса, под звуки музыки реки поворачивались вспять, покорялись лесные звери. От укуса змеи погибает жена Орфея, Евредика. Боги разрешают Орфею спуститься под землю в царство мертвых, но с одним условием – он не должен за время пути оборачиваться и смотреть на нее. Орфей нарушает запрет. Однако боги, пораженные его пением и игрой, прощают музыканта и возвращают Евредику к жизни. Послушайте несколько фрагментов из оперы. Какими средствами выразительности композитор рисует различные образы героев оперы? «Потерял я Евредику, Евредики, Евредикинек со мной. Рог суровый, беспощадный, скорби сердца не сильней. Скорби сердца не сильней». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Основная заслуга Глюка в том, что он пытался объединить эпизоды в большие сцены, подчинить номера единой сюжетной и эмоциональной линии. В 20 веке к этому же античному сюжету обратился советский композитор Александр Борисович Журбин. Орфи и Евредика стала первой советской рок-оперой. Она была написана в 1975 году, поставлена вокально-инструментальным ансамблем «Поющие гитары» в оперной студии при консерватории в Санкт-Петербурге, тогда Ленинграде. Журбин – профессиональный композитор, который работает во многих жанрах – симфонии, концерты, оперы и вокальные циклы, мюзиклы, эстрадные песни и многое другое. На создание этого произведения его вдохновила американская рок-опера Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса «Иисус Христос. Суперзвезда». Вот так потерял Орфей и Евредику в одноименной опере «Журбина» в роли Орфея Альберта Садулин, в роли Евредики Ирины Понаровской. Рок-опера – это музыкально-сценическое произведение, арии в котором исполняются в традициях рок-музыки и джаза. Внимание приковывают новые звучания электромузыкальных инструментов, не столь привычных для того времени, тем более в опере. Сюжет оперы был осовременен. Орфей уходит на состязание певцов и, выиграв, покидает любимую. Но тема любви остается вечной и побеждает все перипетии героя. Опера пользовалась большим успехом и стала одним из самых исполняемых спектаклей в мире. КОНЕЦ Не срывай его, золотой цветок, где росы непорочная капля. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...